Ну давайте тогда, если включаемся, вперед, на встречу, ребята. Сегодня у нас третья книга Моисея, сегодня у нас четверг, на следующей неделе к вечеру уже к концу недели будет Фейтах, а мы уже голопом по Европам, хорошей скоростью пошли, три книги Моисея, сегодня заканчиваем третью книгу Ли Виндей, и последняя глава, ну последняя часть, это Бехухатай, или Бехухасай, в Кеннадзе говорят, Сафар Бехухатай, главы 26 и 27, заканчиваемся это. Значит, что у нас получается? Благословление и проклятие проходит эта глава. Что будет, если вы будете себя вести по Торе, ребята, что будет, если вы не будете по Торе? Если вы будете слушать, не слушать, рассказывается конкретно, какие будут наказания. Третья, четвертая, пятая волна, волна короны, волна наказания будет проходить. А потом, в конечном итоге, когда все это пройдет, когда мы полностью раскаемся и поймем, как мы плохо себя вели, ну сотнями лет, сотнями, можно сказать, тысячелетиями, тогда все нормально, в конечном итоге мир произойдет с Богом, мы будем жить по-божески, и земля будет отдыхать. То есть Бог говорит, за каждый, за каждый смертный цикл, который мы не хранили, не сохраняли смертную, я вам стою, если там 50 лет, 50 умножить на 7, 350, например, или сколько смертных было, это 2000 лет, 3000 лет было разделить на 7, где-то 250 смертных. Значит, если 250 смертных будет, вот я вам 250, до каждого цикла сметные не выполню, я вам даю год наказания. Значит, 250 смертных вы не провели, вот 250 лет наказания. А потом все это пройдет, все-таки конечное число, вы раскаетесь, вы ко мне придете, я к вам приду, с открытиями и объятиями, и начнется новая жизнь. И потом он заканчивается в 27 главе, какие люди делают подарки храму, можно дать предписание, то есть я обязаюсь корову свою дать храму, или на жертву ее дать, или просто храму дать, чтобы кухониме молоко из него дали, или кушали молоко, чтобы они поправлялись. И вот даже можно с такой, что человек может, вот у меня там есть 20 полей, вот одно поле я отдаю в храм, а храм скажет, ну, что, храм там, где в Хайфе, а мы в Иерусалиме не можем и ездить в Хайфе. Ну, тогда человек продает это поле, получает деньги, и деньги отдает храму, чтобы там было на покраску, на почистку, на электричество, на что надо. Вот, в принципе, этого и заканчивается, вот эти все заповеди, которые Хащем, Бог, передал Моисею на горе Синаи. Этим закончится последняя часть, десятая, параша, часть кредита. А как обычно, Витек, мы смешно даем тебе опять слово, по твоим конспектам пройти, вопросы, примеры, несогласия, добавки, давай. Да у меня, в общем, вопрос только, если есть. Добавить не к чему. Ты, в общем, все рассказал, все описал. Наверное, нет смысла на пяти этих циклах, которые Всевышний обещает, если не будет исправляться, наверное, нет смысла останавливаться. Можно только единственное сказать, вот они понарастающие идут. Первый, второй, третий, четвертый и пятый циклы, которые за непоминовение, за отказ от союза. Вот понарастающие идут. Единственное, что кажется. Я думаю, это как с ребенком, как там сын или дочка не слушается. Сначала просто говорит, перестань, пожалуйста, прекрати. А потом так слепнул немножко по попе. А потом еще чуть-чуть. То есть постоянно наказание величину, пока мы в конечном университете. Да, да, но согласись, в общем, предупреждение довольно грозное. И наказание довольно серьезное. Особенно, когда уже к пятому там перейти, когда он говорит, что я разгневаюсь на вас, первое, он просто отвернулся, мол, от вас. Или повернул к вам свой взор и начну там наказывать. А пятое, когда уже разгневается, там действительно, мама, не горюй. По сути-то. Там дела жесткие, очень жесткие. Такие вещи, которые просто человека, даже если он не хочет, его вынудят. Меры те повернутся лицом к закону, который был принят. Смотри, я тебе хочу даже добавить, что по этому поводу. Смотрите, ребята. Значит, Тора далась нам где-то 3,5 тысячи лет назад. Примерно. И после этого, опять-таки, в общем, до нас Тора, после этого 500 лет мы жили в Израиле. Примерно. Среди 400 на 500 до круглой цифры берут. С судьями. Без царя, без ничего. Потом еще 500 с царями. И когда был первый храм? Первый храм разрушился. Попали в изгнание Вавилон. Вернулись еще и 70 лет. Построили храм. Второй храм простоял. Еще 500 лет. Там, ну, 400, 10, 400, 20. Я делаю 500 лекций, запомнил 500. Разрушился храм второй. Полностью изгнание получилось. Где-то 2 тысячи лет назад. И после этого 2 тысячи лет, в принципе, никаких обычных, больших таких событий не происходит. Ну, конечно, последние 2 тысячи лет без изгнаний и был Холокаж в Германии, и Испанская инквизиция, чего только не было. Тоже и крестовые походы против нас. Но, в общем, 2 тысячи лет это мы без изгнаний. И вопросуется, Талмуд спрашивает, почему разрушен был? Какая разница между разрушением первого храма и второго? Первый храм был разрушен из-за того, что люди перестали три кардинальных греха не делать. Какие три кардинальные греха? Убийство, идолопоклончество и сексуальное неодержание. Ну, там, например, брат с сестрой спит. Вот это три. Сексуальные извращения, убийство, убил человека и идолопоклончество. То есть, явно, за этот храм был разрушен. А второй храм был разрушен. По-другому. Второй храм, когда евреи пришли из Вавилона, не все пришли, между прочим, маленький процент вернулся. Остались даже в Вавилоне. Нам хорошо тут. Нас уважают. Нам хорошо. У нас есть вилы, дома, машины, самолеты и виноградники. Чего нам возвращаться в Израиль? Так, учили Тору постоянно. Как были ищие, вы учили Тору в Израиле, учили Тору целые дни, учили, учили, учили. Но не было уважения друг к другу. Это Толмуд объясняет это беспричинная ненависть. Беспричинная ненависть. Вот такой термин был. То есть мне не нравится, он раздражает мой человек через улицу. Он ходит в своей там кипе, а это кипа, он такой рецемер. Какая кипа? Он не ходит в синагогу, он просто покажет. Начинает говорить. Он друг от друга начинает голословить. Вот за эти вещи как раз и был разрушен второй храм. То есть наш самышник говорит, смотри, ваши преступления могут разные быть. Вы думаете, что если там человека убил, это плохо? Конечно, это плохо. А что вы думаете, если сидит Тору целыми днями, а старушка через дорогу хочет перейти, и вы ей не можете перейти, так вы что, вы большие, значит, Тору-любимцы? Учите Тору 24 часа в день, 7 дней в неделю, некогда старушке помочь. Вот за это я, это не гораздо лучше, можно даже хуже, чем за убийство. Вот эти вот вещи, вот Бог нам напоминает, что я вам не притворяйте, что я вот, смотри, я вот Тору учу, целыми днями, и говорится, что есть такие четыре вида, четыре категории, помню, раньше говорил уже, что мое-мое, твое-твое. Второй вариант, что мое-мое, твое, а что твое-мое. Потом вариант, что мое-мое, и твое-мое. Или, что мое-твое, и твое-твое. То есть, четыре комбинации можно сделать. Та, которая, что мое-мое, и твое-мое, это просто плохой человек. Хапуга, что ему хочется. Твое и мое. Второе, если мое-твое, а твое-мое, это немножко чокнутый. Мое-твое-твое. Чокнутый. Дурачок. Который говорит, и мое-твое, и твое-твое. Это цадик. Священный человек. Мне ничего не надо, бери, что хочешь. А который говорит, мое-мое, а твое-твое, это самое худшее. Это показания Содома и Гоморра. То есть, мне твоего не надо, но и моего не дам. Вот это самое худшее. Вот эти вот грехи, из-за такого принципа разрушился второй храм. Такое, я думаю, мы все и сейчас иногда в жизни наблюдаем такие ситуации, что очень хороший человек, никого не обижай, но попроси помочь, у меня времени нет. Вот это такая ситуация. Вот эти вот выражения, которые мы еще считаем, как раз относятся не только 3-4 тысячи лет, но и сегодня актуально. Мы таких людей видим постоянно. И не только людей, даже иногда и мы сами, я и сами иногда так действую, может быть, не постоянно, но такие, бывают струю и самого, что нужно было помочь кому-то, а я может, нет сегодня, я должен, у меня урок Талмуда, мне помочь нельзя, не могу, извиняюсь. Ну давай, бабушка, ты сама холодильник тащи домой с магазина, мне не к тебе помочь, я занимаюсь Тора целого дня. То есть, у всяких у вас такие будут проступки. Я думаю, в конечном итоге это все, это человеческая натура, мы не ангелы. То есть, если мы так делаем иногда, мы должны раскаливаться, попросить прощения, делать еще. И тогда, вот как мы часто говорим, что даже плохие поступки придут в хорошие. То есть, не знаю, как ты, Виктор, часто говоришь, нельзя себя сидеть на спинах без пристана. Ах, как я ошибся, ах, зачем, зачем начал. Это тоже маразм. Тоже не нужно. Постоянно, что я 60 лет назад я сделал ошибку. Ну, сознался, сказал, один раз, два раз, три раз. Даже по Талмуду говорится, если ты обидел человека, ты у него, у него лично сам должен попросить прощения. А сколько раз? Три раза. Ну, как, не только, что просто как отписался. А, я просил раз все. Не, нужно найти тоже правильную ситуацию. Слушай, Витя, я очень извиняюсь, что это, но, значит, я думал об этом. Ты знаешь, ты был прав. Я не подумал. Прости меня, пожалуйста. А Витя мне говорит, Лев, знаешь что, не морожь мне голову. Ты все доверие потерял для меня. Ты знаешь что, не морожь мне голову. Иди своей дорогой, путь здоровый. Окей. Он не принял мое извинение. Я потом, я не буду ему звонить завтра, а я хочу подождить, давай еще поговорим. Я потом и вдруг каким-то образом я постараюсь зайти вместе на вечеринке где-то находимся. Вот, Витя там стаканчик венца пригубил. Я только стаканчик. Мы все хорошие, улыбаемся, танцуем. Я к нему, поднимемся, поднимемся, вляем стаканчик. Он немножко более такой. Лев, знаешь, я как тебя прощу, но все-таки ты был очень неправ. Я не знаю, могу тебя прощать. Давай не будем говорить проще. Давай, до свидания. Опять не прости полностью. Третий раз опять начинаю находить хороший повод. Опять. И опять он меня не прощает. После этого больше просить прощения не надо. Теперь уже вина становится не того, который просит прощения, а тот, у которого прощения просит. То есть есть компоэта до этого не просил, у тебя полностью снимается твой грех. Ты уже не виноват. То есть ты сделал три раза попытки. Хорошие попытки. Не то, что ты там палатку у двери поставил, скажешь, я вот не уйду, пока не простишь. Буду жить у тебя. Все же. Ну, не нужно в экстремалы заходить. Но нужно делать так, что не просто отписался. Извини, пожалуйста. Не, ну, хорошо. Нажал опять. Извини, пожалуйста. Я вот раз просил сюда. Это тоже отголок. То есть нужно какой-то баланс. Нам надо действительно хорошо попросить. Но не унижаться на коленях, не стоять два года перед дверями. Вот в этом отношении проси. Вот в этом Бог нам в этом тоже как раз в голове тоже самое говоришь. Вы можете очень много плохого сделать. Но всегда остается возможность. Я даю возможность. Третий раз, четвертый. Я буду усиливать, подкручивать винтики. Больше, 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 больше вас наказывать. В конечном итоге вы не выдержите всех. Может, пятый вы выдержите, четвертый. Может, шестой. Но седьмой ни в какую-нибудь. Не допускайте до седьмого. Поймите. Я думаю, что люди учили бы больше того, вот такие группы, как его учили, об этом говорили, то, может быть, не дошли бы до седьмого. Может быть, раньше сказали, действительно, надо подумать. Правильно я жизнь живу? Правильно я делаю? Помогу я бабушке в автобус подсадить? Довешь мне на машине человека, который там, ну, не мог там пожилой или... Нет, ну, в следующий раз помогу. Ну, все. Вот это, я думаю, Тора дает практически руководство с действием, ребята. Не отчаивайтесь. Все будет нормально. Но не забывайте, если вы на это плюете, то и я буду на вас плевать. Буду вас отворачивать, а потом буду вам дубинкой по голове. Понятно. Красиво, красиво говоришь. Ну, какой вывод из этого делать надо? Ну, он правильно говорит. То, что упало, то, что падало на голову еврейского народа на протяжении всех этих вот веков, тысячелетий. Это из-за того, что не соблюдался союз, и каждый раз наказание было все жестче и жестче. и самое жесткое по залу наказание, если исходить из того, что ты говорил. Я это не утверждаю. И самое жесткое наказание это было в период фашизма, фашистской Германии. Я думаю. И опять-таки, с одной стороны... Из того, что ты говоришь, я делаю такие выводы. То есть, эти вот пять ступеней могли длиться не один год или там, скажем, одно столетие, а могло длиться на протяжении вот такого длительного срока, длительного периода. Конечно. Переходя. Сначала одно наказание, потом второе наказание. Не помогло через тысячу лет третье наказание. Не помогло. Все-таки союз не возобновили. Не раскаялись перед Всевышним за то, что нарушили союз. Не помолились. И в результате а сейчас к чему идем? Да. Да? По сути, по сути, я тебе об этом просто в том году еще говорил. Мне вот, допустим, немножко перекручивает и переворачивает. Когда я по телевидению посмотрел, я не знаю, насколько многочисленная была эта демонстрация голубых в Иерусалиме. Я не знаю. Была она или нет, но по телевизору показали. Гомики по этому спокойно идут, и люди не реагируют на них. Так они и сейчас делают демонстрацию. И сейчас делают. Так я к чему говорю, к чему идем? Меня это переворачивает. В России этого не допускают. Да. У нас запрещены демонстрации. Вот эти, всячески, любые шестни. Вот эти. Хочешь, живи, но пропагандировать не имеешь права. Не имеешь права вовлекать молодежь в это дело через пропаганду гоносексуализма. Но это прямое нарушение заповедей. Что значит мужик живет мужиком? Мы несколько раз читали в заповедях или в запретах или в преступлениях. За это смертная казнь? За это карается? К чему идем? Значит, середина прошлого столетия, сороковые, тридцатые годы, сорок пятый год, тоже, получается, не сделали выводов-то никаких. Печальная получается картина, к сожалению. Демократия? К сожалению. Да, демократия, я называю одним словом плутократия. Это просто игра слов для того, чтобы оболванить человека. Нужен царь, а не демократ. Где ты видел власть народа? Демократия. Власть народа. Где ты ее видел? Демократия. Ну, в общем, вот эти люди, они были всегда, и они будут, но это была болезнь, это есть болезнь, но не надо ее... Хоть это болезнь, не надо ее другим навязывать, не надо ее пропагандировать, не надо вовлекать молодое поколение в это. Я же не говорю, что их надо всех распять. И сиди спокойно в своем углу, в своей квартире. Не мешай мне... Так и было. Так оно было и раньше. Недаром в Советском Союзе при Хрущеве была статья за мужелобство. Сколько там, я не помню, три года, по-моему, или чего-то. Я когда-то читал этот уголовный кодекс старый, еще просто из интереса. Где за что, какие наказания, не готовясь к там, чтобы к тюрьме. Я просто из интереса полистал. Так я не помню сейчас, если не ошибаюсь, три года было за это. То есть это явление как таковое было. Но никого в уме не было, чтобы выйти с этими флагами радужными и вовлекать в это время, как это сказать, в это движение еще и молодежь. Мало того, что вовлекать, еще официально расписываться. Мало того, так еще церковь в браке регистрирует. Я не имею в виду российскую православную церковь. Я имею в виду католическая церковь. В Америке это фиксируется, в Европе фиксируется. Что за брак, что это такое вообще? К чему идем? Ну ладно, их, может быть, их Всевышний не наказывает. Но евреев-то он наказывает, вот предупреждение для нас. Он их тоже наказывает, потому что это входит в сеть. Знаю, это предупреждение для нас. Мы заключили союз Всевышний, вене Всевышний заключил с нами союз. Подписались. Это вообще недопустимо, это явление. По мне, так я вообще сторонник монархического строя. Сторонник того, чтобы был царь, если возвращаться к демократии. Все это херня на послом масле. Человека нужно детство готовить, учить, обучать, для того, чтобы он мог управлять государством. Вот смотри, ты интересный вопрос поднял. Я тут иногда думал, но я сам не знаю, какой ответ был. Ну смотри, я одно время думал, что действительно, ну как Бог имел в виду, что должно быть нормально, что мы приняли. Есть царь, вот как, царь Соломон, есть первосвященник, и между, но царь тоже, царь тоже, царь Соломон, царь Давид, они системы, они системы... Я перебью тебя, а вот там между ними есть элементы демократии, участия народа в управлении государством через суды, через Верховный суд, который избирается обществом, не всеобщим голосованием, а вот есть род какой-то, он лучшего выдвинул туда. Сколько там, 71 человек или 73. Это уже есть элементы управления, участия народа. людей народов в управлении. Но даже царь, царь Соломон, царь Давид, царь Саул, даже первый царь, они все были тоже большие специалисты по той, то они не просто были как бы... Правильно, 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 никто... Их с самого детства к этому готовят. Вот с детства, он маленький еще, ему говорят, вот это твоя страна, ты за нее отвечаешь головой, ты станешь моим преемником, царем. Учись. Они, как правило, люди были очень образованные, не только в Торе, вообще во всех науках, которые в то время были. Да, но это смотри, поэтому я одно время думал, что вот такая, вот они царь и священник, оба очень знатоки в Торе, но, конечно, священник более специалист, но царь тоже не лопух. Но, то есть, если нужно военное решение принимать какое-то, царь идет к священнику, ну, говорит, товарищ главный корейн, как вы считаете? Ну, сейчас я посоветуюсь с Богом и скажу, да, Бог сказал, надо идти на войну. Ну, идем на войну. Давайте, два батальона отсюда, три отсюда. То есть, он уже начинает заниматься оперативными делами. Или, вот, хотим, пусть ты не осушать. Осушать идет. Идет к предсвечению. Предсвечению говорит, Бог же не осушать. Почему? Тоже климат может испортиться, если вы будете там делать воду, слишком будет влажно, в это не подходит. Окей, не будем делать. А если будем делать, ну, давай, делаем там плотину, ну, какая плотина, какой высоты, из какого бетона, начинаем делать, вот так оно гармоническое общество. То есть, я так думал, так оно было здорово. Но, на самом деле, на самом деле, Бог сказал в самом начале, что вам никак не... Не нужно царей. Не нужно. Ну, раз вы не можете без этого, тогда вы избирайте себе царя. Но если вы люди посидели, вы голову почесали и говорили, ну, вообще-то Бог прав. Не нужно вам царя. Давайте сами. Как бы они тогда решали? Тогда бы они решали бы, как бы, муниципалитетами. Вряд ли. Вряд ли. Первосвященник все равно был бы так... Вот именно Первосвященник был бы тогда тем человеком и Верховный суд, который принимал бы решение. А, окей. То есть, был Первосвященник без царя. Первосвященник был как бы... Без царя. То есть, в его руках была бы и духовная, и светская власть. А здесь некоторое разделение. Духовная власть за первосвященником. Но все равно местное управление должно где-то в Хайфе ходить по своей... Ну, местное управление в своем роду осуществляется. За счет старейшин своих, которых уважают. Вот почему старших нужно уважать. Ударь отца. Что делали с человеком, с сыном, который ударил отца? Смертный окажет. Да? Для чего вот этот закон был принят? Чтобы прислушивали. Чтобы не было бунта против старших. Против опыта. Поэтому, я думаю, вот этот упад начался еще тогда, когда уже мы захотели царя. Ну, я не знаю, хорошо это или плохо, но вот по тому состоянию общества, в котором мы сейчас находимся, одной духовной властью не обойтись. Должна быть и светская власть. Потому что не все поголовно являются верующими. Я тебе задавал когда-то вопрос, три года назад. Почему, не вопрос, а, ну, скажем, свои рассуждения вслух. Почему Израиль не является религиозным государством, а светским? Почему? Ну, ты мне четко ответил тогда еще. Потому что достаточно много конфессий в стране. Потому что есть вообще атеисты. Их куда деть? Да. По идее, они должны жить по законам той конфессии, которая самая многочисленная в данном государстве. И исполнять те законы. То есть в настоящий момент есть какая-то определенная ситуация, так сложилось. Ситуация, которую хочешь, не хочешь, духовную и светскую власть надо разделять. Одна не вмешивается в дела другой. Хотя светская власть частенько обращается к духовной за советом. Как поступить? О чем ты сейчас говорил? По поводу царя, приходя ему к первосвященнику. Ну, этот вопрос можно отложить и потом как-нибудь подискутировать. Этот вопрос очень интересный. Меня интересует давно. Я давно к каким-то определенным своим выводам пришел. Давай мы вернемся сейчас к этому. Кторев. Давай. Время немного у нас уже осталось. У меня тут еще вопрос есть, который надо бы разрешить. Вот. 27 глава. Так. Ищем. Так. 27. И стих. Я не понял просто смысла. Вот оно. Стих 2. Говори с сынами Израиля. И скажи им. Если кто-нибудь по обету посвящает какую-нибудь душу Богу по оценке. Переведи мне эту фразу. В то время, если человек очень часто делал, люди делали пожертвования за какие-то или грехи, или для хорошие вещи, сын закончил институт, давали какую-то храму пожертвования. Вот сын закончил институт, и вот я 1000 долларов даю куханинам, и пусть они покрасят ворота. У нас давно прохудились ворота. Или так далее. Но для того, чтобы иногда не определять, да, мне 1000, 1500, 320, сложно. Кто это запомнит? Была на каждого человека какая-то определенная стоимость. То есть рад в то время. Это понятно. Это понятно. По стоимости сейчас вернемся чуть дальше. Меня интересует, что означает по обету посвящить, посвятить какую-либо душу мужчины и так далее. При оценке. Какую-нибудь душу посвятить. Что это означает? Это значит, что моя душа, если бы меня продали сегодня в рабство, за меня заплатили бы 50 шекелей от 20 до 60 лет. Что такое посвятить свою душу? Что это означает? Это значит, что отдать стоимость моей души к храму. Моя стоимость души от 20 до 60 лет. То есть душа, я смысле, это человек, не душа внутри. Но это как у... Я посвятил свою душу, храму. Нет, это не имеется в виду. Кажется, у помещика в России, он говорит, сколько у вас душ? У меня сто душ. В этом смысле я тогда понимаю. Душа имеется в виду не то, что внутреннее содержание духовного мира, а просто определение как материального объекта. Душа, человек. Вот это меня и интересовало. Я просто никак не мог понять, как посвятить можно душу. А если себя посвятить, это другое дело. Мужчина был 50 шекелей, женщина была 30, а потом дальше написано 20 лет до 60. Есть четкий прескурант. И опять возвращаемся к извечной теме. Почему женщина оценивается чуть ли не в половину дешевле, чем мужчина? Я думаю, понятно, всегда же в старое время мужчина хотел, чтобы были больше сыновья, чем дочери, потому что они помогали больше. Сыновья помогали и на ферме, и на поле. Женщины тоже, девочки, работали там, варили, доили коров. Но основная физическая помощь папе была от сыновей. Сыновья защищают дом, они делают избы, они все делают. Поэтому имеется... А женщина, а женщина рожала потомство. Она ответственная была за рождение, детей, за их воспитание, подъем, кормление семьи и так далее. Да, Чак? Это если жена, а если я покупаю рабу или раба или рабу, то мне я хотел купить мужчину, а не женщину. Потому что женщина, она мне... Было такое, что покупали, и человек женится на ней, или сына дает, и уже было такое. Но, как правило, люди женились со своими. Посватывали, вот посватывали, женились. То есть, если я покупаю рабыню себе, эта рабыня будет для чего мне? Не для сексуальных наслаждений. Я покупаю для того, что там молоко доила, чистила комнату. То есть, это хорошее. Но если я купил молодого мужика, 25-летнего, так он мне будет и амбар вычистить, он мне там воду, холодец вырыт. Он мне гораздо больше пользы для хозяйства дает. Поэтому это... То есть, ты хочешь сказать, что это связано с тем, какую пользу она принесет хозяину? Конечно. То, что рожает детей, это мне это до лампочки. Это у меня жена есть, которая дети рожается. Я ее беру, чтобы у меня как кухарка была. Но не будет кухарки, не так страшно. А если не будет парня, который вот мне там сто овец нужно загнать, помоги, пожалуйста, холодильник, помоги мне поднять на второй этаж. Какая мне женщина поможет? А парень, два ребята, давайте подняем холодильник через окно. Вот такие вот рабы. То есть, здесь смысл переоценки в шекелях, это смысл покупки раба. Да. Ценник для рабов. Да. Поэтому так и говорю, я вам проходит и говорит, вот... Вот теперь вроде все стало на свои места, то я никак не мог определиться, что такое посвятить свою душу, а как ты, какой имеешь право за свою душу взять еще деньги отдать? А что душой твоей стало? Душу не передал? Деньгами? Я прихожу в институт на родительское собрание, и мне декан факультета говорит, Лев, поздравляю вас, сегодня ваш сын, думаю, он закончил золотым дипломом. Вот сегодня ему дипломы дали. О, да? О, я вот жертва университета вашу стоимость. А, сколько стоит? Ну, декан факультета, ему 53 года. 53 года? Ну, посмотрим про книжку. Ага, 50 шекелей. Окей. Вот дают справку, потом приходит на одном письмо, повестка. По вашему разговору с деканом, пожалуйста, выпишите чек на 50 шекелей храму. На основании какого? 28 марта вы сказали декану, вы пожертвуете стоимость его души храму в связи с вашим сыном получения красного диплома. Окей. Вот пишу очень яркие танцы. Все, значит, просто душа, надо забыть что-то в духовном смысле, а понимать как материальный объект, как человек. В этом отношении душа имеет многое значение. В этом отношении просто равенство к человеку. Как еще по-другому сказать? Ну, все, тогда больше нет вопросов. Ты разъяснил достаточно подробно. Все понял. Класс. Но давайте вместе скажем, у вас в конце здесь, наверное, у тебя, Михаил, я не знаю, у тебя написано, видите, у тебя в самом конце есть такие три слова с восклицательными знаками. Видите? В самом конце, в конце 27-й главы, перед тем, как переворачиваться на Мидбах числа. Одно слово восклицательное, второе слово восклицательное и третье слово восклицательное. Есть у вас в книжке? Нет. На ивритском тексте? На ивритском тексте. А дальше? У меня тоже. И у меня тоже все. А, Базир, сейчас посмотрим. Может быть, тут, знаешь, вторая глава Бахуй-Катай, может быть, только еще есть 27-я. Бывает что-то в примечании книги Ваикра. Нет, все. Все, нету. Ничего больше нет, Лев. Окей, я палец лежу, покажу вам здесь, ребята, вот, видите? Ну, у меня нету этого вообще. Вот у меня на книжке здесь с левой стороны на иврите, а на правой на английском. И вот эти вот три слова здесь вместе скажем. Я скажу, но повторим. Это значит, будьте сильны, будьте сильны, и дай нам Бог друг другу помочь усилить. Ну, так перевод. Вот это после каждой книги люди встают, когда будем в синагоге читать, вот через неделю, поднимается Тора, открывается, все встают на последние, ну, последние пару предложений в конце, и все говорят хором. Хазах, хазах, вених, хазе. То есть, как бы символическое окончание книги Моисея. Понял. И теперь мы переходим, теперь напоздравляем, ребята, на четвертую книгу Моисея числа. И числа, но мы уже давайте, вот, когда в воскресенье пройдем, это глава в реке. Первая. Вторая. Третья. И четвертая. Ну, четвертая даже не вся, чуть-чуть, полчетвертой. И она очень-то не сложная. Она немножко длинная, но у нас теперь уже получается с ускорением получат. Потому что ФЛ, первая глава, в принципе, начинается, говорится, все, ну, приходили все, вот, значит, был отсчет, попересчитали всех, и там сколько было, от 20 до 60 лет, и вот такие-то были начальники колен каждого племени. От Рувина он принес такую-то пожертвование, от гада такую, все он такую. И все пожертвования, в принципе, одни и так же. Повторяется. То есть, они очень сложно читать, просто объем, просто нужно как бы читать. Вот они, эти пожертвования, и все число получилось, 600, это в первой главе, 46-й цифру, из 603 тысячи, пятьсот пятьдесят. До этого, первый раз напоминалось, что примерно, помните, в исходе говорится, примерно 600 тысяч мужчин вышло из Двая, плюс женщины и дети. А здесь уже было точно 6603 тысячи пятьсот пятьдесят. Меня всегда что-то интересовало, вот когда мы будем это читать, я не знаю даже, почему ответ. В каждом колене не было такой дробной цифры. То есть, не было в этом колене, скажем, 23 тысячи, 627 человек. Оно все было округлое. 620, или 630, или 650, или 700. Не было такое 623. почему-то. Ни в одном колене не было. Поэтому я как-то удивил, а какое совпадение, что не было такого. Я тебе скажу, дай мне число от одного до 100. Ты мне скажешь 23. Не то, что 10, 20. Если скажешь, Витя сказал 10, Витя сказал 40. Я скажу 60. Еще тогда скажешь 70. То есть, все числа было 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. А почему никто не выбрал 83? Вот такого дробного количества почему-то не было ни в одном пересчете. Я не знаю почему. Ну, хорошо, ребята, тогда уже мы это побалакаем на воскресенье. А пока что заканчиваемся пожеланием хорошего окончания субботы. Не болеть, хорошо отдыхать. Миша, привет, Виктору, привет, Льву, привет, всем слушайте записи, записи, привет. и воскресенье в 8 часов опять на связи начинаем с четвертой книги Моисея числа, бамидба. Чава, шалом, ребята. Чава, шалом. Всех обнимаю. Bye. Будьте здоровы, пока. Пока.